Всем привет, друзья, и вы на канале Хараба. Если вы думали, что мы забыли или забили на нашего кабана, то вы ошибались. Ровно год нам понадобилось для того, чтобы получить вот этот результат. Для тех, кто не следил за нашими сериями предыдущими, давайте заново расскажу, быстро и коротко. Мы нашли этого кабана в Московской области от собственника, который ездил на нем последние 13 лет. С оригинальной ПТС, это было одно из ключевых преимуществ этого автомобиля относительно его конкурентов. Было всего три собственника, я вписался, поставил на учет, являясь четвертым собственником. Все нормально, братан, сейчас встанем на учет красиво. Эта машина ни одного трупа даже не видела в багажнике, ты что говоришь? Это не факт. Что думаешь? А какой-нибудь у него будет? Чуть-чуть красивый будет. Велали рандомайзера от единицы до трех сверху. Такой у него будет ломаться от 286. Чуть-чуть не повезло. Был бы 140-й, было бы красивее. За сколько мы купили его? За 10-65 тысяч рублей мы смогли найти этот автомобиль. Да, он требовал определенных вложений. Вложений было очень много. Мы думали, я думал, что я восстановлю кабана за несколько месяцев. Но на это ушло чуть больше, чем я рассчитывал. Что мы сделали? Давайте я покажу. Пойдем, Никит, расскажем нашим зрителям. Начали мы, конечно же, с кузова. Собственник не ухаживал за автомобилем вообще, от слова совсем. Заменили капот с оригинального японского донора. Два передних крыла, внутренние все крепления. Потому что не на что крепить, как говорится. Пороги, крылья, капот были приобретены с японского донора, как я уже сказал. Далее, что мы сделали? Мы сделали полностью перекрас кузова. Да, мы освежили его полностью. Сделали полный антикор. Заменили все, что требовало замены по жестянке. Сделали все жестяные работы. И на это у нас ушло порядка 200 тысяч рублей. 10 тысяч рублей при стоимости автомобиля в 265. Я думаю, что достаточно немалая сумма. С чем мы столкнулись? Столкнулись с недобросовестными подрядчиками. Здесь кратер, да, где-то есть. Мусор. А что вы делаете реально мусор здесь? Честно говоря, реально. Здесь вообще не полировали. Несколько сервисов мы прошли, чтобы закончить этот проект по кузову. Заняло это у нас порядка полугода точно, на то и более. Поэтому основная боль была с кузовом. Дальше что мы сделали? Мы также у этих ребят, которые возят японцев... Пойдем, покажи, Никит. Мы приобрели у них новый салон. Вот это, я понимаю, разборка уровневая. Вот это именно основа, снято из сиденья до резко. А вот тот? А? А тот? Тот из каратыша. Резко. Кожа в отличном состоянии. Видно, что уже старый. То есть, как нажимаешь, трещина, видишь, образовывается. Ты собираешь подвысохшее, но еще выделим. Потому что она вниз. Автомобиль с таким салоном преобразился внутри, так же, как и снаружи. Что мы дальше, с чем мы столкнулись? Купили мы колеса. Если вы видите, оригинальные 20-е колеса с резиной. Салон у нас вышел порядка 60 тысяч рублей. Колеса у нас, нам обошлись порядка 50 тысяч рублей плюс резина. Диски оригинальные. Основной вид этого автомобиля, помимо кузова, дает, конечно же, те диски, которые на ней стоят. Что мы дальше приобрели? Пойдем покажу. Когда мы восстанавливали салон, мы поняли, что, конечно же, надо восстанавливать всю электрику. Потому что электрика вызывала очень много вопросов. И тут для всех тех, кто планирует заниматься тем, чем я занимался последний год, Я вам скажу так. Найдите, в первую очередь, грамотного электрика, который разбирается в Mercedes или, неважно, в каких автомобилях, которые вы будете восстанавливать. Потому что делать это просто в соседнем гараже у знакомого электрика, который мультибрендовый, так называемый. Это бессмысленно, потому что тут очень много тонкостей, нюансов. Автомобиль старый, не все понимают, как его правильно собирать и восстанавливать по электрике. Поэтому большое спасибо ребятам из клуба 140-х Московского, которые мне дали контакты Артура из сервиса Альпачинем. Только он смог правильно и качественно собрать автомобиль по электрике. Я считаю, что это проверил, да, до блока. Провода все прозвонил. Сейчас почистил трамблера два. Здесь один, здесь второй. Когда надо было заводиться, она не заводится, да? Поехали. Разрали спортсмонку, пошли емутся на них, понимаешь? Все. Собрав электрику, собрав весь кузов, естественно, мы сделали химчистку, сделали полировку. Приобрел я новый руль. Руль у меня обошелся порядка 20 тысяч рублей. Сборка электрики. Сборка электриком стоимостью порядка, ну, мне по супер скидке и по супер лояльным ценам мне обошлось порядка 120 тысяч рублей. Это небольшие жестяные работы, сборка салона, сборка проводки всей, да, перебор всей проводки. Я думаю, что более чем адекватной ценой. За время ремонта мы купили сюда два аккумулятора. Это была отдельная история, потому что каждый новый аккумулятор садился после того, как его в долгую собирали в сервисе, в гараже. Из того, что нужно доделать. Доделать необходимо совсем немного, поставить джойстики управления сидениями, потому что сейчас в наличии нужного мне цвета нет на рынке в Москве, поэтому я езжу в одном положении сидя, да, и не могу регулировать сидушки. Из того, что бы я еще сделал, я бы, наверное, заменил коробку передачи, потому что она уже достаточно изношена. Пробег у автомобиля чуть более 400 тысяч километров, двигатель чувствует себя хорошо, мы его обслужили. Если кто видел, помнит, в одной из первых серий мы показывали, как мы обслуживали по технике, поменяли там тормозные трубки, поменяли колодки, диски тормозные. Все-все по технике, и одной из болей это обслужить коробку, потому что коробка очень сильно пиналась, когда мы забрали. Сейчас она не пинается, но я понимаю, что в ближайшее время надо будет прям заменить коробку передач. Один из часто задаваемых мне вопросов от друзей и товарищей коллег, что я буду делать с этим автомобилем. На самом деле я сам еще не знаю. Перекупская натура мне говорит, давай выставим на Авито, будем продавать. Они очень тяжело продаются в России, потому что их любит определенная категория людей и знает, что ездить на кабане это определенные и риски, и вложения. Перекупская натура мне говорит, давай продадим, заберем свои деньги. Перекупская говорит мне о том, что можно его оставить себе в долгую, потому что очень много было вложено сил, времени, ресурсов. Оставим ее в долгую и будем ездить летом в Москве. Знаете, от чего я больше всего кайфанул? Когда ночью ребята привезли из сервиса, в котором мы его собирали в салон электрику и так далее, привезли его ночью. Я его забрал на Таганке и решил прокатиться по третьему транспортному кольцу, выехать на Воробьево, на эту локацию. Был поздний вечер, уже ночь. Я включил музыку, город был пустой, и это было просто космическое удовольствие, которое я понимаю, что ни за какие деньги не купить. Это реально был такой кайф внутренний, когда ты едешь под музыку Элвана, едешь по мосту Лужнецкому, и понимаешь, что эта машина, как капсула времени, была перенесена по состоянию, по внешнему виду, по технике. Едешь и получаешь удовольствие, находясь в этом автомобиле. Вот эти удовольствия, я думаю, что, наверное, не купить. Наверное, надо потратиться, заморочиться и сделать что-то подобное, что сделал я. Но, наверное, выставлю я его в продажу по какой-нибудь неадекватной цене. Найдется такой же неадекватный, как и я. Я, наверное, его и продам. Не найдется, будем ездить и наслаждаться. Я предлагаю перемирие, пересмотрим в корни наши отношения. И мы не будем гнаться, но будем успевать. Не зависай, сегодня можно мир свой поменять. И почему бежит так время? Наша жизнь часы. Стой, время. И почему бежит так время? Мы можем не успеть. Стой, время. Субтитры создавал DimaTorzok